Здравствуйте! С вами программа Лица Сарова и я ее ведущая Дарья Козина. Наш маленький город полон удивительных, талантливых и выдающихся личностей. Врачи, спортсмены, депутаты, актеры и вокалисты, ученые и предприниматели. Люди, которые вносят большой вклад в развитие Сарова и его жителей, прославляют его по всей стране и в мире. Первый выпуск мы решили посвятить человеку, который на протяжении почти всей жизни создавал и хранил фрагменты саровской истории. Воспитывал молодое поколение в стенах городского музея и за его пределами. Сегодня мы расскажем об Александре Степановне Ломовской. Старинные предметы утвари, книги, картины, черно-белые фотографии. В них история и культура Сарова, хранительницей которых на протяжении 50 лет была Александра Степановна Ломовская. Городской музей трудно представить без ее рассказов. Родилась Александра Степановна в селе Пурдышки. В детстве она часто бывала в Сарове, а 22-летняя девушка переехала в наш город окончательно и перевелась из Саранского педагогического института в Арзаматский. Преподаватели в школах тогда не требовались. Устраивались в библиотеки, детские комнаты при ЖЭКах. После окончания вуза Александра обратилась в городской музей. Виолетта Михайловна, наша директора, которая создала вот этот прекрасный музей, она сказала, Шурочка на меня, я молодая была, 22 года, вот, она говорит, Шурочка, я бы тебя взяла, но нет сейчас ставки. Вот мы требуем еще одну ставку научного сотрудника. Если дадут, я, значит, вам позвоню. Ну, я поняла, что нет, мне не судьба здесь работать. В детской комнате при ЖЭК, номер один я немножко работала, там декретный отпуск, Альбина Яковлевна уходила. Потом в 16-й школе в школе устроилась секретарем. Вдруг директор городского музея позвонила Александре Степановне и сообщила, что дали ставку на еще одного научного сотрудника. Женщина с точностью помнит день, когда она окончательно определилась со своим призванием. 20 мая 69-го года я вышла на работу уже в городской музей. И вот с 69-го по 2019-й я работала на одном месте, вот, в этом замечательном учреждении. Это, знаете, все говорят, второй дом, а я даже считаю, что это мой первый дом, потому что здесь я, наверное, и проводила больше времени. Это сейчас в штате музея есть художник, который оформляет экспозиции. Тогда Александра Степановна и еще семь сотрудниц сами создавали выставки с нуля. До глубокой ночи обустраивали все для посетителей. Мы сами резали оргстекло, сами сверлили для булочков отверстия, закрепляли газеты, фотографии на планшеты. Все делали сами. Сотрудники музея выезжали в экспедиции по городкам и поселкам в округе. Искали в домашних коллекциях местных жителей уникальные экспонаты, которые покупали порой на свои средства. Сейчас у нас платок, где городской быт, зеленый, павловский платок. Вот так из Мурома, из музея у нас была выставка, у них платки. И, конечно, много у них там красивых, но они сказали, что у нас такого нет, где вот такой взяли. А мы вот купили в Мордовии. Нам вот женщина, она уже все, мы отъезжаем, она вынесла вот этот платок. Нин Леонидовна говорит, денег уже нет. Она спросила 50 рублей за него. Нет уже денег. Я говорю, Нин, давай сбросимся сами. И мы сами сбросились, но этот платок взяли. Вот видите, оказалось как. Изначально городской музей состоял из выставочного зала и экспозиции происхождения жизни на земле с работами Михаила Герасимова. Над последним Александра Степановна работала с самого начала. Образование учителя биологии определило направление научной деятельности в музее. Это одна из старейших экспозиций нашего музея. Первой экспозицией была «Животный мир нашей Нижегородской области», а вот вторая экспозиция была оформлена в городском музее. Это происхождение жизни на земле и становление человека. Происхождение жизни на земле – 10 макетов, зарождение жизни в воде и так далее, выход на сушу живых существ, растений. А здесь пять отделов – это происхождение человека, начиная с синантропа, китайский человек, гидраберский человек, неандерталец и кроманьонец. Но эта экспозиция когда-то пользовалась очень большим спросом. Учащиеся в биологии многих школ, как пятая, семнадцатая, девятнадцатая, вторая школа, с преподавателями ходили, проводили здесь уроки биологии. Но самое ценное, что находится в этой экспозиции – это пять подлинных работ Михаила Михайловича Герасимова. Это доктор исторических наук, антрополог, лауреат государственной премии, который более пятидесяти лет занимался реконструкцией, то есть восстановлением по костям человеческого лица, восстанавливал людей, которые жили сорок тысяч лет назад, сто тысяч лет назад. Когда он работал еще в Ленинграде, у него появляются работы по древним людям. Его приглашают в Китай, в пещере Джао-Као-Дянь. Была обнаружена огромная стоянка у нас в Крыму, и поэтому в Германии. И поэтому его, как единственного ученого, приглашают, когда ведутся раскопки. И у него появляется огромное количество людей по древним людям. И неандертальцы. Вот у нас неандертальцы с пещеры Ляфа-Раси. Это в Германии были найдены. И мустьерцы. Это с одного и того же черепово мустьерцы. Но как бы он выглядел с волосами и без волос. И вот очень интересная работа у нас. Это кроманьонец. Посмотрите, это захоронение было найдено в село Костенки Воронежской области. Вот 40 тысяч лет тому назад, вот посмотрите, вот такие люди жили у нас в Воронежской области. И оказывается, что село Костенки – это родина первого человека. Все говорили Африка. Никакая не Африка. А село Костенки. Это стало известно два года назад. Первый директор наш велик Михаил Лукьянов, который создал этот музей. И мы очень благодарны. И она из воздуха, можно сказать, создала музей. Ничего не было на пустом месте. Она сама приехала из Москвы. Работала в отдел культуры инструктора. И была знакома с Михаилом Михайловичем лично. У нас даже есть переписка ее с Михаилом Михайловичем. И когда она решила сделать экспозицию, подарок для детей наших, происхождение жизни и становление человека, то она послала Михаилу Михайловичу письмо и попросила. Михаил Михайлович, вот для такой экспозиции сделайте, пожалуйста, несколько работ. Ну, он ей Вячеслав Михайлович написал. Какие вас работы интересуют? Она говорит, а я понятия не имею. Я так это полистала. И вот мне понравился неандертальец из пещеры Леофороси. По-французски звучит. Ну, вот я сделала, говорит, вид, что я разбираюсь. Говорю, Михаил Михайлович, ну вот мне неандертальцы из пещеры Леофороси. Ну, мустьерцы можете сделать. И кроманьонцы. Ну, как они, значит, идут по этой лесенке. И Михаил Михайлович выполнил ее просьбу. Вот так эти работы попали к нам. Что интересно, при жизни Михаила Михайловича в Ленинградском антропологическом музее было всего три подлинные работы, которые были сделаны руками Михаила Михайловича Герасимова. А у нас пять подлинных работ. Александра Степановна вносила свой вклад в каждый отдел. Изучала биографии выдающихся ученых нашего города и рассказывала об их достижениях и значениях для страны. Вела экскурсии о Великой Отечественной войне. Женщина работала и за пределами музея, читала лекции в школах города. У нее скопилось множество наград и дипломов. В 2017 году она получила звание почетного жителя города. Но, по словам Александры Степановны, самыми ценными для нее стали благодарности от школ, успехи ее учеников. Вела вот их именами, названы улицы. То есть улицы, которые вблизи 14-й школы, ну и так далее. Просто знакомилась с городом. Что за город? И вот один из мальчиков, четвероклассник, пришел домой, Володя Зутов, и говорит, Ну вот я Александру Степановну сегодня послушала. Знаешь, мам, я кем хочу быть? Она говорит, кем? Ученым. Вот. Ну так что ж. Закончил он московский вуз престижный. Сейчас работает здесь у нас, в Увнеев, вот, с сотрудником, ведущим сотрудником. Посетители музея всегда оставляли восторженные отзывы на экскурсии Александры Степановны. Среди ее слушателей были первые лица города и даже страны. Помимо того, что она очень много знает, у нее еще большое человеческое сердце. Она помогает каждому. Знаете, когда мы 20 лет назад, например, я пришла в музей, то она ходила часами. У нее же сложнейшие залы, животный мир, объект. Она про каждого ученого, про каждого нашего конструктора рассказывала так, будто это человек, которого она очень хорошо знает и ценит. Вот это такое было всегда человеческое отношение. И она этими знаниями щедро делилась. Историю города мы узнавали не только через книги, но и, прежде всего, через вот ее знания и ее любовь к нашему городу. Саров Александра Степановна действительно полюбила всей душой. О нем она готова говорить часами. Женщина хорошо помнит его улицы и учреждения в то время, когда многие из них только появлялись. Александра Степановна не раз рассказывала о городе и нашим корреспондентам. На одной из съемок она познакомила нас и наших зрителей с историей саровских памятников. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Несмотря на то, что наш город маленький, нам есть чем гордиться. Проспект Мира – одна из исторических частей Сарова. Монастырские постройки, музеи, колокольня. Раньше проспект назывался улицей Сталина, но после 1954 года название сменили. Сюда приехали молодые люди, которые прошли горнила войны и строили наш город. Они четыре с половиной года мечтали о мире. Наступил долгожданный мир. Город строился и развивался. И 9 мая 1985 года к 40-летию победы над фашистской Германией на проспекте Мира воздвигли стеллу всем погибшим и без вести пропавшим на войне. Наших саровчан, несмотря на то, что маленький поселочек был, с числом жителей где-то, ну, 3 с небольшим тысячи человек, за 4 года ушло на фронт 1050 человек. Помимо этого, сколько еще умирали, приходя с ранами, которые получили на фронте. Так что мы тоже заплатили, даже вот несмотря на то, что маленький поселочек, но мы заплатили большую цену за победу над фашистской Германией. Также в Сарове большое количество памятников, посвященных людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города. Пять орденов Ленина, орден Кутузова, дважды герой социалистического труда. Этот удивительный человек построил химзавод, получил первый плутоний и на протяжении 20 лет был бессменным директором ядерного центра. Борис Глебович Музруков, человек поистине заслуживший, чтобы в одном из самых красивых мест города, на театральной площади, ему воздвигли памятник. Мы дождались, что и у нас теперь стоит памятник этому удивительному человеку. Почему я так говорю, повторяю, что удивительно? Действительно, это уникальный человек, которого не испортила власть. Этот памятник был поставлен 23 ноября 2010 года. Скульптор, уральский скульптор Константин Васильевич Грюнберг, он уже не раз ваял Бориса Глебовича. Именно при Борисе Глебовиче была построена библиотека имени Маяковского, дом ученых, а городской музей получил новое здание, в котором находится и по сей день. Борис Глебович добился, чтобы наш город строился и дальше, был промышленным, красивым городом. Благодаря Борису Глебовичу оставили нашу колокольню. Это визитная карточка нашего города. Мы живем в месте, которого долгое время не было на карте. О нем не писали в газетах, и у него даже не было своего имени. Но сейчас это поистине удивительный город с богатой историей. О городе Александра Степановна всегда говорит с теплом и трепетом. Для нее он стал знаковым и родным местом. Годы летят, а женщина до сих пор не перестает восхищаться Саровым и его жителями. Это наш, знаете, необыкновенный город. Это особенный город. Таких городов больше нет и никогда не будет. Это единственный такой город. Хотя закрытых городов более 50. Но наш первый объект, и он особенный. Ведь вот сами посудите, трижды героев соцтруда, их всего 8 человек было. Я имею в виду физиков и математиков. Вот. А так 16 человек, трижды героев соцтруда. И вот из 8, 5 – это наши. Вот представьте себе. Вот значимость нашего города. Наш город раньше отбирали лучших из лучших. Лучших врачей только с красными дипломами завозили. Учителей только с красными дипломами из Ленинграда, из Москвы. Проработав 50 лет в музее, в прошлом году Александра Степановна ушла на пенсию. Нынешние сотрудники музея скучают по работе с ней. Они часто обращаются к Александре Степановне за советом. Приглашают провести встречи и экскурсии по особым случаям. Для молодых сотрудников женщина стала наставником. Конечно, нам ее очень не хватает. Вот 20 лет проведенных рукообороку, и у нее вообще стаж огромный. 50 лет в музее. Это вот каждому из нас столько бы проработать. Нам ее очень не хватает. Но она откликается на наши какие-то мероприятия. Начали мы работать в дистанционном режиме. И Александра Степановна приходила и вместе с нами писала сюжеты, посвященные Великой Отечественной войне. Возник у нас какой-то вопрос. Мы между собой спорим, так или так? Всегда можно позвонить Александре Степановне. И она по телефону как-то еще свою точку зрения выразит. И мы хотим ей пожелать крепкого здоровья. И чтобы она еще много-много лет радовала нас своими участием в наших мероприятиях, которые сейчас, к сожалению, в нашем режиме проходят. Ну и вообще всего самого-самого доброго. И сказать ей слова благодарности, потому что наша работа, это и вот сегодняшняя, это в том числе и ее труд, то, что она в нас заложила когда-то. Городской музей открылся в конце 1950-х годов и расположился тогда в здании бывшей гостиницы для паломников. Сегодня в стенах учреждения можно познакомиться с жизнью первобытного человека. Историей Сарова, Мордовской республики, народным костюмом и игрушкой, живописью и декоративно-прикладным творчеством. В самом городском музее представлено несколько подразделов экспозиций. Это городской быт, деревенский быт, где мы сейчас с вами находимся, история Саровской пустыни, формирование Саровского монастыря. История города, это уже завод 550, это уже внеев, это и военная история города, также отдел отдельный, животный мир. Сотрудники музея проводят экскурсии, читают лекции, реализовывают познавательные программы для школьников. В городском музее периодически можно увидеть выставки мастеров и художников со всей страны, но особенно важны экспозиции наших земляков. Этой осенью свои работы представлял Игорь Савков. Портрет дяди Вани для художника Игоря Савкова – одна из самых любимых картин. С ней у мастера связано много воспоминаний. Дядя Ваня много рассказывал молодому юноше о нашем городе, о церквях, святых местах и подземных ходах. Когда в 1983 году Игорь Савков переехал в Саров, первым делом посетил подземные пещеры. Под впечатлением от увиденного юный Игорь решил написать портрет того, кто открыл ему тайны города. Очень много мне рассказывал и показывал даже каких-то документов. Этим меня привлек. Добавок ко всему, он был ветеран войны. Он прошел всю войну от первого до последнего дня. Был неоднократно награжден. И как человек он мне очень понравился. В экспозиции представлено более 50 произведений. В основу выставки легли этюды. Именно им художник посвящает большую часть времени. Игорь Савков путешествует по всей России. Куда бы он ни поехал, с собой берет мольберт, кисти и краски. Здесь нет работ, выполненных по принуждению. Это те работы, которые я делаю в своих каких-то путешествиях, поездках или пленэрах с друзьями. Это, естественно, все работы с очень позитивной аурой. В каждую работу Игорь Савков вкладывает частичку души. Своё настроение, эмоции. Картины художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Он постоянный участник всероссийских выставок. Служители музея всегда стараются найти новые интересные экспонаты, поглубже изучить историю, придумать увлекательные проекты и создать красочные уголки, чтобы у жителей города и его гостей всегда было желание приходить туда снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok